И учили при вине исключения его. За Христа много было учителей. Евреи хорошо знали в пророках синагога. Это школа в периоде Сотовушки. Никто не знает, когда в первую очередь возникла синагога, но и следовательно находился после Владимирского пленения, когда храм был разрушен, и синагога собирала их. Мы сегодня не встретились, не каждый позвонил друг другу, а храм, место собрано. И мы начинаем заниматься исследованием Слово Божие. Они слушали своих учителей, родинов и ищет образование специально. Громадное толкование тоже. Но Слова Христа попе средних. Они удивились все. Я хочу поставить вопрос к нам. Мы сегодня, когда слышим Слова Христа, удивляемся или нет? Нас провокально удивляются все. Что-то темное, странное, обладающее, лучшее наше. Главное это монашиство. А монашиство главное основать монасты. Хотя ни одного причина это может не быть, но основать. Это одна из ступенек канонизации будущей. А вот тут мощи замироточают, тут береги найдут, скуют, все сделают. А вот чистое, евангельское это учение, когда человек подвижается за веру евангельскую, для правокалных это чудо. Для того удивляются, смотрят. Но как же мы этого не видели, а как мы это не считали. И Господь, когда им разъяснял, что было написано и что не случилось, то совсем по-другому выглядело, чем их учили. Маклета, Маклета, Господь, Господь. Они все понимали так, как написано. И апостол сказал, когда начинают разъяснять Детский Завет, все понимают это какое-то странное учение. Мы говорим, да, там, глава, молодящий. Все так непонятно. Король подойдет, нет. Зачем она нужна? Привяжи ее. А вот когда молотят и таскают на собой каток зубчатый, пшеницу молотят, в это время надевали на быка мешок, чтобы он еще ел. А закон был с ним, не надо этого делать, он достоин. А то его будет говорить, да это же говорится о нас, о служителе Господе. И Моисея с Соломоновым раме двенадцать быков в море на них. А это зачем? У руки быть. Там написано было. Да нет, это двенадцать постров, на которых весь мир будет лежать, а они его поднимут. Поднимут к Богу. Через Бога, через Дух свой только. Странно. Понимаете, насколько это все странно. Вот пришли сюда, а вы не научитесь. Как вы учились? Дорог, да. Я ухожу в школу, там отец сад получил. Вы ученики Христовы. Все время говорили, да ученик Христов. И все? Нет. Я свидетель Христов. Я свидетель Его, Бога. Вот что потрясающе видим. Как так? Это вы просто прихожане. Но, правда, это будет если как раз прихожане. Пришли и ушли. Колесное христианство. Идучи на войне, человек, имевший Духа нечистого, Духа бесовского. И он закричал громким голосом, оставь, что тебе до нас. Ты пришел погубить нас. Но Иисус-то закрепил ему. Когда мы начинаем сегодня говорить, они говорят, вы разрушаете православную веру. Они люто ненавидят наши книги. Я недавно подумал, где есть те приходы. И если бы сейчас сказали так, священники настаивали. Вот вчера приезжали у меня в островой библиотеке, книги брали, там они у них есть. И каждый приход подрывал, и все данные книги иметь и бесплатно, я хоть дару. Но я не дам, они их уничтожат. Вот в чем дело. А я бы дал. Почему? Они кричат тут бесплатно, и ты пришел мучить нас. Ты пришел разрушить наши устрои. У нас все основано на отаре. И отаре-то как гвозди скрепляют за мной шар. Они не понимают, что это все далеко-далеко от того, что Христос принес. Христос не пришел на отари строить. Кучи варить нам. Он пришел умиреть за нас. И людям нужно показать Христа любящего. Единосущного Отцу. Который обещал им для Духа Святого. Слово его не можно. Полука 11-14. Я об учении хочу поговорить. Трагическое состояние России не кончилось. Христос не может учить на разных сектантах. А там не лучше. Сатана сеет день и ночь. И сеет всякие плены. Никто не сеет. Никто не смотрит. А в работе будете так уничтожать. И пьет пшеницы успели все подняться. И мороз не берет никакой. Николаевский жут ничего не глядет. А доброе, что посадишь, все поедается и съедается. Вот так Слова Божия. То есть основа в это время. А когда на улице стоишь-то? Ведь о чем посаду думаешь? В это время ее посадить. Это не дело о том, что там на улице нет. Небысли никакие. Просто трясешься, головой мотаешь, стоишь. А как только он говорит востал, как он умный и финашный, и сто лет надо будет. Все придет и рассуждаешь и накладываешь. И такие советы даешь и к президенту идти. Сатана же это все мучает. Слово Божий говорит так. Если он до основа, то глухого, духа немого. Так что немой глухой стал говорить. И народ удивлялся. На слово удивление я хочу открыть обучение. Чему люди вообще удивляются? Мы претеремся удивлением для людей. Когда мы говорим со священниками, практически со всеми с кем не отречался. Мы говорим, а вы хотели у нас такой порядок, чтобы... Конечно. Мы хотели, чтобы десятину платили по закону, чтобы торговли не было. Конечно. Но с чем не согласны? У нас правило. Они сфотографировали. А ж мандриты были. Совсем согласны. Я у себя попытаюсь сделать. По кое-какому не вводит, не пишет. Я уже ничего не мог сделать. А почему? Потому что сначала надо людей усадить в Бог Христа. Чтобы люди не к Тебе приходили. Я говорю, батюшка, батюшка. А ты будешь приходить? Я говорю, вот по Височи Христе. И Девя пришел. Я благодарю Тебя. Ты меня полюбил. Ты меня здесь нашел. Это мой дом. Дом молитвы. Это дом молитвы. Дом молитвы. Если не будет у нас престола, это будет молитвы. Сектанты баптисты, они не понимают. Они находились на ноге и написали дом молитвы. Молитвы. Дом молитвы один. Дом молитвы это храм. Дом молитвы это храм. А у них нет. Они сами говорят, у нас таинства нет. Они вообще ничего не понимают. Дом молитвы от Луки. 11 глава, 38 стих. Фарисей удивился, увидев, что... Это не умой рог перед обедом. Он удивляется. Пишет. Он в сапогах ходит. Сапогирюще. Что угодно. Удивляется. Удивились, что рог не помал. Да смешно даже. Здоровая идеальность. Вы зачем наблюдали? Он вам пришел принести спасение. А они наблюдали. Да вы же грязные все из греха. Да вы же хуже скота живете. Хуже осла. Хуже быка вы все живете. Народ мой не знает меня. Молы знаете Афригосподина свою. Афригосподина свою. А народ мой взгляд не знает меня. Профессионный собор обедатель. Да как я говорил об учителях. Они испортили, испоганили, испоганили в винограде. А арару к нему. Да он не носит руками. Тебе в рот тащит. Тебе обращаю на этот дебаток. Да ты можешь 10 раз шампунь усилить за себя. Да такой же вонючий останешься. Он в руки ему. И они удивляются. На нас удивляется приходит. А почему вас? Купола нет. А я могу спросить что. У человека взорвался к куполу. И спрашиваю. Почему от твоего купола слова Божия нет? Купол. Вот что люди придумают. А почему у вас древних икон нет? У меня самая древняя икона здесь. Павла Христа в 1404 года назад. Я стараюсь его не замутить. Вот что ты скажи. Вы копираться делаете за всем. А потом скажи. Вы должны рассмотреть на моем сердце Иисуса. Он очень проще отпечатлется там. Лука 22, 26 стих. И не могли не ловить его в слове перед народом. И удивлялись ответы его. И замолчали. Вот что мы людям удивляться должны. Когда мы отвечаем по слову Божией. Поэтому знаете хорошо Писание. Мне, я скажу, таскливы бывают. Когда вы где-то бываете. До меня вещи заходят. С какими-то сектантами. И не могли ответить на такие простые вопросы. А они потом звонят мне. Если наше мнение не могли на такие простые вопросы ответить. Я все могу сказать. Я вам ищу. Я вам говорю о Христе. Слово Божие у каждого в руках. Бери, считай. Притом ежедневно считай. Некоторые смотрят телевидение. Я круглый глаз не смотрю. Я даю минуты. В прошлом году, когда фильм один с Олженественно посмотрел. Я думаю, что он там. Думаю, и не надо было его смотреть. Время совсем нет. Время коротко. Итак, имеющий же он должен быть, как не имеющий. Имеющий телевиден должен быть, как не имеющий. Забройте его. Ты тебе не нужен совсем. Чего ты там таращишься? А мне последнее. Да последнее может не это. Какие тебе извести это. Посмотри. Тебе не нужен совсем. И не могли бы уловить его слова. Нас уважают, пытаются. Но чтобы не могли уловить. А когда не могут? Когда мы правильно, точно по Слову Божию. Если бы сейчас всех врагов моих выстроить, которые копаются в моих книгах, я не знаю, они бы не уместились на эту улицу до проспекта. Но они еще не могут сделать. Ничего. Потому что... Слушайте, я говорю, пископ Алине говорит, вы так все сомментировали. Словом Божьим. Я ненавижу вас. Все это, что написано. Я ничего не могу сделать. Он не может. А плохому человеку он ненавидит, а по духовному он тайно от других считает и смотрит. Евангелие от Иоанна 4, глава 27 стих. Пришли ученики его и удивились, что он разговаривает с женщиной, однако ни один из них не сказал, чего это требуется от него или о чем говоришь с ним. Люди просто удивляются, что мы встречаемся с сектантами, беседуем, монастер-литературу покупаем, тут и баскистка. Люди очень удивляются. Мы не запрещаем ходить их адвентистам, ходить их к эрголистам. У человека три вместе, чтобы молиться. Это немного поддерживает. Люди очень удивляются. А о чем с ними можно говорить? Вам не погибших. Ходите с сарабраться, посмотрите. Вы никого не удерживаете. Может, ты найдешь что-то лучшее. Но ты должен всесторонне знать, что тебя не заманули. Тебя здесь не изрегитировали, а ты сам отбрал. Ты понял, что здесь учение Христа чистое. Что здесь желают тебе спасения. И еще ничего удивлялись. Саморядка, женщина, неветищка, а чем с ней разговаривает? Ведь они об отыщении, это судили Господа. И они удивлялись. Я повторяю, я по Евангелию, по Писанию прошел, почему люди удивляются. И потом подумал, а к нам это относится. Мы для многих являемся удивлением. Очень даже. Что такое происходит, как. Я приехал в первую неделю, все четыре дня здесь. И многих отзвонил их. Украевая администрация, городской. И везде за тобой удивлены. И по городу слышно. Искренне рады слышать. А мы там читали о вас. Мы так рады, что хоть кто-то занимается этим. Вот это объявление, лагерь. Притом бескорыстно. Главное, что я говорю не это. Главное, что мы ведем их ко Христу. Сразу же говорим о Христе. Мы не глянем. Беднотерство удивляется. Обычно, когда к нам приезжают люди, мы спрашиваем, даже внутренне. Я желаю, чтобы им понравилось. И спрашиваю, что больше всего удивило. Мы думаем, уж не голубят, не думая. А они отвечают. Потрясающе. Что же там потрясающее? Бедность. Да что же это? И в этой бедности. И вы что-то пытаетесь делать. Да не что-то делать. А доля Божия. Бедность. Из чего все у вас все сделано? В лагерь палочкой или помазанной. До того удивились. Это тот самый лагерь, который мы слышали. Кино смотрели. Это вот самое. От соответствующих не надо Бог пробовать мою следу. Вот дело такое. Итак. Иоанн 9, Иоанн 5, 28. Не делитесь всему. Ибо наступает твое время, в которое все, находящиеся в гробах, услышав вас Сына Божия. Но, конечно, этот стих можно понимать о воскресении и измертных душах, когда воскресны. Не делитесь всему. Ибо наступило время, все находящиеся в гробах, в телах, а тело в наших гробах, услышав вас Сына Божия. И выявляемся вестниками. Вестник означает ангел, ангелов. И когда человек вестит весть правильно, он уподобляется ангелу. Не когда монашескую весть еще одну на себя надеет. А когда он будет вестником, а если монах принял ангел из крещин, а ушел в пустыне, это антиангел. Совершенно в противоположной стороне. Ангел вестник. А какого ты мечтаешь, что это на островом армии или на садовках? Ну, единственное, что они все стали ангелами, когда их к расстрелу повели, тогда они заропили. Вы слышали? Господи, помоги. Иоанн 7.15. И дивинились Евгения, и говоря, как он знает Писание, не учившись. Вы свой адрес когда-нибудь слышали такое? Обязательно люди будут говорить. А что вы кончайно? А куда вы ходите? Обязательно. Откуда вы это знаете? И дивились. Я повторяю, что слово дивились, когда Господь мечтал, что это необычное училие, оно должно отобразиться в нас. Нам должны удивиться. И мы должны у себя удивиться. Мы делимся, как летом нас в лагере прошло. Никто нас не трогал. Борьба была такая. И все отступили. Никого нигде нету. Даже на территорию один не пришел. И все убрали. Приехали много братьев и сестер. Ишли на занятия. Диво Божие. И мы каждый день только повторяли Господи. Да до чего же нам хорошо? Да долго не будет так, что и братья все с нами, и на войну никуда не забрали. И сестры все с нами здесь. И дети. Господи. Мужчинок это ценить. И заслабить Тебя. Делание было семь. И все изумлялись и дивились. Говоря между собой. Все говорящие. Не всеми галилеяне. Мне всегда кажется, что все христиане дожили на себя такое прозвище «говорящее». А тут молчаны. Молчальник. Затворник. Все же. Он на свет. Занки закрыл. Собрать его дыду зашил. Не знаю, живой или мертвый. А все говорящие. То есть ваше общество будет говорящим, не как по духам святым. И отверзли. Дуста Моя и возбещу. Хламую Твою нечестивую. Молчу. Отверзли. И все дивиться будут. Говори и знать еще не знают. Откуда все это знать? Много знать не надо. Знайте любовь к Божию. А потом постепенно Бог открывает. И ты сам будешь дивиться. Как я научился. И теперь все могу сказать. Деяние 7.3. Моисей, увидев, дивился. И когда он походил к кусту, был к нему Глаз Господний. И Бог открыл Твою Я и Его. Это чудо. Куст горел. На самом душе. Как же так нам относится? Особенно у правоправных это сильно чудо от Волода. И когда он походил к Раштатски чудо от Волода. И если все только чудо от Волода у нас, то это значит наша вера не полная. А может произойти очень близко к индейской. Иудеи ищут чудес. Вот как. А чему не делились? Он удивился. Куст горит и не сгорает. А что дальше это будет? Вот этому надо будет удивиться. А не этому. Когда Бог разогущал, Бог открылся. Я желаю вынести на Бог мой. И каждое чудо, которое бывает с нами, оно должно заканчиться так, чтобы Бог заговорил с ним через это чудо. И чтобы дал такое повеление вывести всех из плена рабства, из греха, из наркомании, из пьянства. Родственников, по крайней мере. Чтобы были свидетелями. Вот что Он возьмёт из этого чуда. Чтобы дети не уклонились, родственники в секты какие, познали православие. Чтобы Бог заговорил с нами, чтобы мы пошли православным пастором, нашим пастором. Вы объяснили истину, чтобы Бог дал православную церковь ещё один шанс. Ещё и нас Он даёт. Мы не морщили, мы свидетельствуем. И все слышавшие, удивились и говорили. И Бог это самый, который гнал без удоверения. Если знали его прошлую жизнь, теперь знает это. Так могут сказать о человеке, которого знали раньше. Вот этот человек, а вы знаете, какой он был? И начинает вспоминать драчун, хулиган. Он отсидел, может, не один раз, и теперь обратился к Богу. Что с ним сделать? Как погреждённый какой-то. Пришёл за стол, не садится, пила не берёт. Вообще странное дело. Что-то сделали, говорят, даже похожего на то, что не в своём умеём. Ну, признают нормально. Да работает как на работе. Где не оставят локовую смену. И всё время как надо. И явились не тот же не это самый, который в окнае делал в поручку жена искала пятый угол. Не тот же не это самый. Он самый. И Он встретился с Господом, Который сказал, трудно тебе идти против вражда. Вот чему люди будут удивиться. Это удивление в людях мы создадим. И нам правило, которое даётся. 9.13.41. Смотрите, презрители, и поделитесь, и исчезните. Ибо Я дело делаю во дне Ваши. Дело, которому Вы не поверили бы, если бы кто рассказывал Вам. Это относится ко многому. К христианству можно сказать. А Я всё отношу к нам, чтобы Слово Божие Живие заговорило с нами. Те, которые против нас, они призрители. Мы снова можем прочитать это место и сказать. Вы помиритесь, придёт время, и исчезнете. То, что мы делаем, это не новое. Это хорошо-хорошо забытое старое. Старое апостольское. Мы ведь не просто, нам не в обойде, говорим это в Памоклавии. Мы не просто в Библии лежим, это в Памоклавии. Вот что самое-то главное. У них не здесь лежит Библия на капелях, микрофонах. Нет. Но вот чтобы сохранить эту строгость, красоту, одеяние, всё, и в Памоклавии, и на первое место поставить Библию, мы можем сказать, все призрители поделятся и исчезут. Итак. В синагоге. Пусть это будет как и у нас. Сегодня батюшки нет у нас на синагога. Чтобы все слушали Слово Божие и делились, Господи, каким чудным путем Ты меня привёл сюда. Только должно быть благодарно Тебе, чтобы за истину вызвали Его ученики. Абинь. Познание Каилу. 9 глава 6 по 116. Как написано. Растащил, раздал нищим, правда вот и бывает век. Апостол Павел старался расшевелить Каилльскую церковь. Город был богатый, тортовый, но все тратили на роскошь, на удовольствие. Я вам говорил, что там был только один храм ядышеский, который обслуживает тысячи блудниц, профессиональных, получавших зарплату за это, не считая тех, которые самостоятельно работали. И он теперь старается достучаться до них. Вы сами верующими. Молчите же, Господь. Те люди, которые читают наши книги, говорят, вы все время бьете в одну точку. Я желаю только о том, чтобы поверили, что Библия – это основа основ. Библия – это Слово Божие. Библия – это свет. И во свете, к этому источнику придя, мы начинаем видеть и понимать все остальное. Моей другой задачи здесь нет. Чтобы вы не меня верили и слышали, а у нас Христа. А у апостола Павлия было другое. Другая была остановка. Это все люди верили и знали. И мне братья наказали об одном, когда я пошел, чтобы я помнил нищих. Что я всегда старался исполнить. И не просто нищих, а евреев. Потому что там был голод часто, гонение. И он собирался всего мира, как сказали бы, Ершак. И отправлял его своим, главным иудеям. И он старался всегда помнить. И здесь он добивает их. Вы мне на задержание даже не дали. Писание говорит из-за граждан. Там вам молотящие. Я молощу, молощу вас. А вы мне даже ничего не даете. И он говорит, кто щедро сеет, кто щедро поживет. Это не десятина. Десятина нам означает, что не принадлежит, мы ее отдаем. А это третья и десятина на милостыню. И когда начинаешь читать об этом, так же понятно. Милостыню все дают. Но, исследуя, приходишь в изумление. Оказывается, в Верхнем Завете ни разу слово милостыню не встречается. Ведь это открытие. И я никогда не знал, буквально до нынешнего года, как это не говорится. А в Новом Завете говорится слово милостыню. Тридцать раз. А не канонические книги, которые сектанты отрицают. Двадцать четыре раз говорят о милостыне. Более всего, обо мне было о милостыне. Говорят все, а книга, которую сектанты отрицают. Книга Тобит одиннадцать раз говорит. Одна книга одиннадцать раз, а весь детский завет шестьдесят шесть дней. Ни разу. Да не потому ли не любят эти книги, что они о милостыне говорят. У меня мысль-то и Винаев приходит. Кто щедро сеет. А чтобы щедро сеять, надо что-то иметь. Поэтому надо очень хорошо работать. А не так, я верующий сложил руки, забился, ну, покормил меня. А ведь монахи, монахи обостояли, не все монастыри работали. Пустынники, они уходили, кто-то привозил, давал, кто-то что-то делал, плел, козлинки, старались себя обеспечить. А многие ничего не делали. То есть это прямое указание было нарушено. Поклонник Галатам. Апостоправ говорит так, 5-5. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, чтобы никто не думал, что я буду давать милости и этим спасусь. Милости не дают иной народы. Милости не практикуются у мусульман, у буддистов, у язычников, у коммунистов. Но мы получаем праведность от веры. А милости не подтверждает, что мы стали иными. Что мы делимся. Мы видим в каждом своего брата и сестру. В каждом видим образ Христа. Меня навестили. Меня накормили. Об этом даже не думаешь, что человек нуждается, опоздал. Вот сегодня я попожу не расходиться, мы делиться будем, кто не успел что-то разобрать. Нас обильно Бог его восславил, делили мне группы, что-то разобрать это все. Бог дает и Бог умножает. И еще Соломона 8,17. Богатство и слава у меня, сокровище не погибающее и правда. У меня, говорит Бог, нужно вжить доставки, и чтобы было пищевое уделять нуждающим, сотрудить их своими руками. Но если это поставить в основу, получится то, что получило сильнейшая нация. Банки, богатство, все подобрали под себя, как будто никого не верят. Клубы какие-то, а так, вы на НАТО, теперь опять купил пятую яхту, и уже психологи говорят, это болезнь. Ну на такие яхты, зачем ездить? Яхту самая богатая евреи, евреи, в России. Самая богатая сегодня в Лондоне, и уже перевалилась до 2000, миллионеры из России, ну 99, евреи, евреи, что они не знают, как люди нуждаются, как по помойкам ходили, как не платили зарплаты, люди на себя руки накладывали. Почему? Золотой телец заткнул глаза. А если бы знали, что для нуждающихся, то он бы сказал, ну ладно, я согрешил, ограбил, не задали, богатая бога всю жилку. Вот что нужно было сделать. А это все ее даже не вспомянется. Расточил, расточил, а то разбросал. И тогда что будет? Правда. Вот почему правды-то нет. Потому что они оживили, ничего не имеют. Правды тогда. И не сегодняшняя правда. Тебе в гофетах напишут, или такой-то там-то помогал храм Христа Спасителя строить, моноградные деньги. А вовек, это означает в вечности. И за Тебя, те, кому Ты помог, ходатайство будет написано. Суд без милости не оказался у милости. А милость превозносится над судом. Там будет суд. И все, кому Ты помог, они выйдут и скажут, Господь, вот видишь, он врачевал меня, он надел меня, и Господь, скажет, меня одел. Ведь так все это просто. Псалом 111-3. Обилие и богатство в доме праведника. И правда его пребывает вовек, когда делает во имя Господа. Ну, какое там ему обилие? Зайдешь, сено, и два побеленные. Ты не знаешь, сколько там богатства. Как у Филарета Мизостева, когда все раздал, он только один стол остался. Видимо, стол из мрамора был. И никто не знал о том сокровище, которое было у него, о котором он говорил. Он всегда говорил, у меня есть много сокровищ, но не время его раскрывать. А нам все так и понимали, у нее банков пищевок где-то. А потом бог открыл, когда невесту за царя искали и никуда с одной барпала, но его внучку. И она оставалась царицей, правда, неудачной судьбой, жизнью, потому что царь оказался не будущим. Заменил ее другой, а ее решил осудить. Сирах 3.30. Я напоминаю, Сирах и Танин. Две книги. Запомните. И вы его прочитайте. Она очень много не научит. Как столик, сын наказан умирает. И мы сейчас несколько мест прочтем эти 3.30. Вода угасит пламя огня, а милостью начистит грехи. Сколько пожарников? И если приедут с пустой дочкой, что они сделают? Соответственно, что пользуются, если мы, верующие, о милости никого не творим? милостью, делитесь своим талантом, советом, имуществом, деньгами. То, что у нас есть, что выросло. Вы постоянно делаете ревизию себе. Огрегаете глаза. Вы что-то не нужите. Стопочки разные стоят. Может давно пора продать, да раздать. Представите это? Ибо во время апостолов многие продавали имение, помогали к ногам апостолов. Вы лучше знаете, кому помочь. Сиратам 12.3. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом, и никто не подает милости. Постоянно зло занимается, и не подает милости, и как будто идут на равных. Ну, потому что я же не делаю. Я же верно, верно. Какая бы еще она не выражалась, твоя милость. И кому-то нам прослушать. Купил кому-то книгу. Ну, конечно, самое ценное то, что касается души. Господь в свое время откроет. Почему ты это сделал? Выгоду какую хотел иметь? Или для дела Божия? Матфея 6.1. Рассказывает Господь, как нужно делать милосты. Смотрите. Не творите милостыни перед людьми, чтобы они видели. Пусть левая рука не знает правая. Лука 11.41. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова